Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Это, конечно, дикость абсолютно И ни в какие ворота, ни в какую логику не лезет Не понимаешь просто Как вот люди, которые изувечили Просто изверги, изувечили ребенка Вот есть такое, извините, что мы вовсе не смакуем эти подробности дикие Но доктор, который принимал Ваню Скоробогатого Не доктор, а уже патологонатом, к сожалению А патологонатом, да, точно, с патологонатом Он сказал, что голова мальчика была похожа больше Не на голову ребенка, не на голову человека, а на арбуз Она настолько была распухшая Настолько был избит, в том числе, по голове И в большей степени Ну, это в американском суде это квалифицировали Как непредумышленное убийство Место убийства намеренного Соответственно, как показывает практика Американских судов По большинству подобных дел Связанных с усыновленными в России детьми Родители отбывают либо небольшой срок Либо делаются условным наказанием Ну, то есть, возмездие не соответствует преступлению Наказание не соответствует преступлению Так вот, теперь, что касается Следственного комитета Следственный комитет И именно глава Следственного комитета Баба Стрыгина Александр обратился к правозащитникам с просьбой Помочь в уголовном преследовании Читы супругов Крейверов Которые осуждены в США за убийство Установленного ребенка Чтобы склонить, так сказать, чашу весов Общественного мнения Америки К тому, что это не просто мягкое наказание Это какая-то безумие и бессмыслица За фактически убийство ребенка Давать 16 месяцев тюрьмы И торжественно освобождать в зале суда Вот это такой действительно прецедент странный Мы сейчас позвали Бориса Львовича Альтшулера Члена общественной палаты России И, важно, президента региональной общественной организации Содействия защите прав детей Права ребенка Вот Борис Львович, мы надеемся, нам растолкует Что за отношения американского правосудия Не только, а вообще Как это может повлиять? Возвращение детей в России И вот чем это порой Ну, а это не первый скандал Заканчивается в итоге Доброй ночи Здравствуйте Доброй ночи Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Здесь, да? Я уверен, что мы, так сказать, на общие вопросы Типа вот систему усыновления Того, как бы нам это обустроить таким образом Чтобы этих страшных случаев А их почему-то, ну, просто регулярно появляются эти сообщения дикие Но мы об этом, естественно, поговорим Но прежде сначала Разъясните нам эту инициативу Бастрыкина Как правозащитники могут помочь В уголовном преследовании супругов Крайверов Как общественное мнение США Даже, предположим, что его удастся склонить К тому, что это был дикий и несправедливый приговор Как это может повлиять на изменение этого приговора И может ли теоретически Насколько мне известно Это неправильная интерпретация обращения Александра Ивановича Бастрыкина Главный сюжет там Который вызывает нашу очень большую озабоченность Там было два ребенка Девочка Было два, остался один Один-то и есть, Даша Я говорю Девочку вернули им После того, как их отпустили из зала суда И это чудовище Вот это вызывает наше самое большое беспокойство То есть сам приговор вам не кажется чудовищным? Мне лично он кажется Но, отвечая на нашу правую Влиять на американскую юстицию И разбираться, кто прав Следствие, которое полностью разделяет нашу с вами точку зрения Что это было убийство, что это страшно Требовало чуть ли не смертной казни И суд присяжный, который сказал Нет, это не предумышленное и так далее Он сам бился там Понимаете, зная американскую систему Никакое общественное, ничего не может повлиять Это достаточно бессмысленно Попытка пытаться утяжелить приговор Они 16 месяцев отсидели Чудовищно другое Американская система Этим людям Возьмем самый мягкий вариант Принятый американским судом присяжных Не предумышленное убийство Вот возьмем Это приговор суда 16 месяцев приговор Они его уже отсидели И вышли Но это приговор Это значит, что люди В этом ряде Неадекватны По крайней мере И этим людям Отдают маленькую девочку Которая временно была в другой семье Ясно, что эту девочку Нужно в обязательном порядке Передать в другую американскую семью О возврате в Россию Речи Речь могут вести только безграмотные люди Это абсолютно нереально Она уже после момента усыновления И решения Российского Союза Полностью под эгидой американской Всей системой правовой Но Для меня, честно говоря, шокировало Сегодня у нас было заседание Как раз Московской хелестской группы Членом которой я являюсь И Людмила Михайловна Алексеева Который лично обратился Александр Иванович Я вот этот момент Мы это все обсудили И как-то единогласно все решили Надо обратиться к американским Крупнейшим правозащитным организациям То, чем Александр Иванович просил С одним только просьбой Чтобы девочку Этим людям не оставляли И скорее забрали Они неадекватны Борисович, объясните Что это за такой удивительный парадокс Ведь действительно У меня правда в голове это не укладывается Люди осуждены по уголовной статье Суд признал их виновными Статья гласит Что они виновны В непредумышленном Но убийстве ребенка Вот именно После чего им возвращают девочку Параллельно нас пугают Всякими ужасами ювенальной юстиции Вот объясните Как это Который на западе Как известно И так далее Объясните Как это может Сочетаться такой приговор Ювенальная юстиция Значит Ужасы ювенальной юстиции Это другая тема Но в принципе Другая тема Но параллельно Но в принципе В принципе Защита детей От насилия в семье О чем и речь На западных странах И в США Очень развита Поэтому Когда я услышал Что девочку Отдали им обратно Я сразу сказал Это полный шок Конечно Сейчас собственно Меня коллеги и попросили Поскольку я там В хельсской группе Единственный Кто так профессионально Занимаемся правами Чтобы я написал проект Обращения Обрисуждали Уже с представителем Human Rights Вочи С другими Но это есть Крупнейшие Американские Организации Правозащитные И надо их Бессмысленно Обращаться К президенту Обаме К послу В американской системе Нет Это не Россия Они просто Ну абсолютно Не авторитет Ни президент Франции Для французской системы Ни президент США Для американской У них действительно Разделение властей Поэтому Есть только единственное Обращаться К крупнейшим Американским Правозащитным Денскозащитным Анатолий спрашивает Что делать сейчас А почему так произошло И есть ли в этом Потому что Это не первый случай Когда российские Есть в этом системный сбой Грубо говоря Когда российские дети Впадают в ту или иную Крайне неприятную ситуацию Или это страшное Трагическое Но так сказать Некое случайное Совпадение Или системное сбое Насчет системной сбоя Нельзя Всего погибло За 16 лет 16 детей Это страшно каждый раз Но сколько гибнет их в России Тоже Понимаете Это случается И сказать Но все-таки сказать Как сейчас говорил ведущий Что и всегда Они гуманны Нет Посадили недавно На 15 или 20 лет Одну мамашу Понимаете Это было несколько лет Это шумное дело было То есть По-разному И конечно И суд смотрит И что касается Суда присяжных Мы же понимаем Как у Алексея Александровича Толстого Хоть и бел говорят Невиновен ни в чем Тут платочками слева И справа машут Барышни с криками браво Это конец 19 века Короче говоря Ну как мы можем Вот они вот Это же еще зависит просто От обаяния людей Вот они сумели Так себя вести Вот так Они повлияли на этих людей Как бы уверены Что за бред Какое обаяние детей Когда заключение К патологоанатому Написано Что у человека У ребенка 80 ушибов 20 отечных Я говорю Для присяжных Возможно Это же очень непредсказуемо Вы можете ответить на вопрос Почему им дают Такой маленький срок За даже Непредумышленное убийство Хотя все Все указывает на то Что они действительно Забили ребенка до смерти Почему дают Такой маленький срок Вы хотите Чтобы я уже вам сказал Как я могу Объяснить вам Почему так решил Американский суд Притяжа Я в шоке Как и вы Но сказать вам Почему Есть ли в этом элемент Национализма Что вот русского не жалко Может быть А может быть и нет А может быть и нет Потому что Это никакой системы Никакой системы Там ей бывает Очень жестко наказывают На кого попадут Не знаю Я не знаю Но И Во-первых Шок Но тут ничего нельзя сделать Я пока По поводу Сырогости приговора Ну что я могу сделать Ничего Никто из нас Ничего не может сделать Это А вот что касается девочки Это будем делать Ну конечно А перспективы есть Извини пожалуйста Леша перебил А перспективы есть Предположим Вы обратились К крупнейшим Правозащитным Организациям Америки Предположим Они восприняли Ваше обращение И тоже ужаснулись Этой дикости Вот дальнейшие действия И соответственно Дальнейшие перспективы Не отдачи Даши в эту семью Я думаю что есть Потому что Это совсем другой суд Совсем другие органы решают Это другая система Это не те Кто рассматривает уголовное дело Я не знаю Конкретно эти Но в общем Это другая система Я не исключаю Что там просто Социальные власти Это просто сделали Социальные власти Которые Ну да Они отбыли И вернули Как бы мягкая приговор А тогда у меня возникает вопрос Кто вообще занимается Защитой вот этих вот русских детей Вот мальчика убили Ну там понимают Государственный обвинитель А вот защитой этой девочки Кто занимается Значит так Там Здесь нет смысла Говорить русских детей Вообще детей Они Они американские граждане Они сохраняли российские граждане Они не американские граждане Как это совместить Они стоят Да я даже знаю Эти примеры Знакомые Ребеночек Собралась семья Там ребеночек Три года Вышел Не заметили Там вот здесь у меня У гаража И растерялся И стоит Плачет Вдруг появляется полиция Они еле отбились Они еле отбились Объяснялись Соседи позвонили Плачет ребенок Носили Полиция И все И вдруг отдают В семью К этим То есть Я в шоке И мы все Не знаю Члены хельстерской группы Людмила Михайловна Немедленно сказала В этом ключе Абсолютно Все едины Все поддержали И мы конечно Обратимся А до этого Прецедента обращения К американским коллегам В правозащитниках Были ли И то есть Чем заканчивалось Значит так Смотря о какой эпохе Вы говорите Ну желательно Если говорить о советской эпохе Я тоже участвовал В новейшем Там все время обращались И помогало В новейшем Там все по другим поводам Правда? А? Совершенно по другим поводам Нет Ну там нет Теперь о новейшей истории России Вот недавно Было обращение В данном случае К американскому президенту Жителей Калмыкии Впервые в истории Новой России За 20 лет Они ко мне попросили Как передать Я передал в посольство Пошел в госдеп Не знаю Там рассматривается Речь в том Что в республике Калмыкия Главная республиканская больница Находится в чудовищном состоянии Который Астахов Павел Алексеевич Назвал Пыточным конвейером Еще в декабре прошлого года И вот там И Юрий Анатольевич Медведев Вроде подключил Ничего не меняется Деньги разворовываются Ничего Люди в отчаянии Обратились в августе К президенту Обаме Я передал Это мне сказали в посольстве Это впервые в Новой России Но все-таки Они обратились Не по поводу Дел в Америке А по поводу дел Калмыкии в России Вот это единственное Вам спросили Я говорю Прецедент недавний И вот сейчас опять Логика Жители Калмыкии Обратились по поводу состояния больницы Нет, ну они видишь Обращались уже ко всем Вплоть до нашего президента Нет, но они к нашим Всем обращались Десять раз Да и там все то же самое продолжается Там чудовищное состояние Но будем надеяться Что это дело все-таки Дойдет до конца Тут очень важно Потому что И Борис Вович уловил этот мотив И так сказать Присек его Но я бы хотел еще раз акцентировать Понимаешь сейчас Охота на ведьм Просто по щелчку пальцев может Потому что Русские дети В лапах американцев Гибнут Так сказать И более того А родители получают 16 месяцев несчастные Вот Важно понимать Что параллельно с этим И в это время в России Гибнет гораздо больше детей Чем эти 17 действительно несчастных Детишек Которые гибнут в Штатах Это первое Но То что действительно вызывает Искреннее изумление Искреннее раздражение Не сами эти факты Понятно В любой стране это происходит И может происходить Но как Мальчик Понимаете Плачущий возле гаража Вызывающий острое Недоумение полиции Которые пытаются Значит родители Сразу подбил ручники Куда-то Как обращаться с детьми Параллельно с таким подходом С таким отношением По крайней мере Декларируемым 16 месяцев Дает родителям Родителям Которые забили до смерти Своего ребеночка Это все эмоции Это все эмоции Даже если ты не думаешь Что она Факта Был его гибель Значит это уже нельзя А они этим пренебрегли Нет Это чудовищно Спасибо вам большое Большой кальчулер Был сегодня нашим гостям Спасибо Что располковали нам Спасибо Желаю вам удачи